здравствуйте друзья вы на канале шитьё и вязание куклам но сегодня у меня не будет урока вязания не будет урока шитья сегодня я хочу вам просто показать и рассказать откуда у меня берутся вот такие красивые материалы для шитья куклам нарядов это я уже показывала про предыдущих видео что вот этот наряд я пошила из детских колгот вы можете посмотреть это видео это были детские колготы этот наряд это юпочка была тоже детская юпочка которую я дала как говорится вторую жизнь наряду это комбинезончик это тоже из вот этой серии из этих колгот вот еще один наряд где я использовала вязание и использовала вот этот остатки от детской юбочки теперь я хочу рассказать откуда я беру все эти красивые материалы у меня их три источника это магазин секонд-хенд вы знаете что в каждом городе есть магазин секонд-хенд и оттуда я всегда беру как хожу и выбираю что-нибудь такое интересное для того чтобы пошить кукла я не смотрю взрослые материалы не хожу взрослые отделы я сразу иду в детский отдел и вот в детском отделе я нашла вот такую юпочку детскую юпочку она такая маленькая всего лишь я все это распорола вот одна часть вот эта вторая часть и это юпочка было вот на таком подкладе теперь мне надо придумать а чтобы мне с такой красоты пошить нашим куклам она зеленого цвета и это тоже трикотаж который тянется во все стороны значит можно что-то придумать очень интересное красивое и оригинальное так следующая у меня покупка это вот эта взрослая взрослая кофточка или футболка не знаю как ее назвать сейчас она находится на изнанке просто хочу показать какой это изнанок вот так вот он смотрится а теперь я его выверну и вы посмотрите что это за красота и теперь у меня головная боль а что же мне с этой красотой можно пошить для барби вы только посмотрите металл 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 даже не у меня даже ни одной мысли нет что же с нее пошить но все равно надо это такая красота что-нибудь надо придумать это недорого стоит все это стирано все это выветренное все это будет идти на работу кроме того во взрослом отделе я нашла себе вот такую вот еще кофточку вы только посмотрите коротенький рукавчик вся она кружевная кружева очень красивая носить я ее конечно не буду ну для своих барби надо придумать что-то это я подумаю что можно пошить конечно это надо пошить на каком-то подкладе вот на таком может зеленым может красным ну что-то вот такое вот наподобие все это будет впереди следующее а следующий баб хочу вас даже распишите вот смотрите я сама никак не могла понять что это такое сетка вот такая сетка и выбрать и представляете что с него пошита с этой сетки пошиты шорты или трусы или шорты не знаю как их назвать но сетка интересно кто мог носить вот такую вот вещь но я приобрела я забрала потому что можно тоже как-то обыграть вот такую сетку и что-то пошить для барби такое что-то очень оригинальное так следующее следующее во взрослом отделе секонд-хенд я увидела вот блузку вот с таким передом впереди была вот такая красота вы только посмотрите какая красота сама блуза ну совсем ничто ни о чем не говорит ну вот такая красота конечно я взяла блуза мне не нужно я вырезала дома только вот эту красоту которую можно будет потом использовать туда же какие-то блестящие капочки блестящие и тоже можно будет интересно обыграть можно будет сделать пышную пышную пачку вот таких у меня два кусочка один кусочек и точно такой второй кусочек следующее а следующие вы представляете посмотрите на эту ткань как вам нравится эта ткань эта одежда и вы знаете что с нее была пошита мужская рубашка вот интересно какой модельер или портной или я не знаю как назвать можно мужчине пошить вот с такой розовой с таким розовым принтом рубашку интересно мужчины будут носить такое или нет но по крайней мере в секонд-хенде я ее нашла и она была абсолютно новая даже с этикеткой я ее забрала с нее прекрасно выйдут несколько платьяц летних очень красивых надо будет обыграть здесь получается очень много потому что размер этой рубашки был очень большой где-то 52 или 54 размер мужской рубашки конечно можно будет что-то придумать это уже будет немножко потом так и еще хочу показать вам свою ошибку вот я еще приобрела детской вот такое платьице это он бархат он бархат ну думаю с него я ничего шить не буду потому что она очень плохо смотрится через камеру просто темная она не смотрится что вот она такая красивая слишком темная поэтому как говорится это была моя ошибка и сшить я с нее конечно ничего не буду это изнанка а вот это лицо даже есть из драпировать все равно не видно ничего так что неудачная покупка считаю что это довольно неудачная покупка этого платьица и еще одна у меня есть покупка от которой у меня голова болит это я купила вот такое детская платьица секонд-хенде и вот теперь голова болит я не знаю как можно пошить какой-то наряд барби для того чтобы сохранить вот эти вот вот эту красоту это складочки это гофре называется надо же как-то придумать как-то обработать как-то так чтоб они не растянулись вот так вот чтобы они были вот именно как гофре вот эта спинка и платится было новое дело все в том что видно не могли ребенок может не захотел носить не знаю я купила теперь думаю и теперь у него такая головная боль что мне делать с этой красотой как пошить потому что можно не одно платится пошить можно несколько ну по крайней мере два точно потому что она очень 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 широкой если его вот так вот растянуть но растянуть нет смысла потому что вся красота в том что это гофре и еще во взрослом отделе секонд-хенда я приобрела вот такие две взрослые маячки они с люрексом трикотаж очень хорошо тянется во все стороны это бледно и что-то мне вот камера неважно показывает так а вот это камера хорошо показывает смотрите такая же с люрексом также тянется во все стороны вот такая маечка тоже можно будет что-то придумать для одежды для барби итак друзья это был у меня один из источников магазин секонд-хенда следующий источник моих материалов это магазин идея не знаю если в других городах такой магазин а вот у нас есть в этом магазине есть большой большой такой короб в котором сброшены все вот такие вот остаточки красивых тканей вот например фатин вот такие кусочки видите он очень длинный ну вот такой вот коротенький и такие у меня разнообразные это жесткий такой есть такие мягенькие тоже это же кусочки есть большие кусочки есть совсем маленькие кусочки ну для барби не надо больших кусочков вот такой вот есть еще голубенький это совсем маленький кусочек был и эти мягкие ткани вот такой вот еще был не знаю от чего вот этот был от чего он был отрезан но вот он почему-то вот с таким вот рисунком и этот рисунок приклеенный это черный и жесткий такой вот очень жесткая хотим это же коротенький где-то сантиметров 40 длиной я его подколола и большой кусок я приобрела а так это белый у их такой большой кусок но он такой весь как вам сказать со всякими он рваный но очень длинный очень большой можно будет спокойно пошить даже какое-то свадебное платье для барби длина у него очень длинная где-то метра три ну а ширина ширина сантиметров 60 вот приблизительно вот такой вот кусок у меня нашла я вот в этом коробе нашла вот такой вот кусок ткани так что я еще хочу вам сказать еще я нашла тоже такой относительно большой кусок ткани на ну вот он серый серыми капочками и вот что с него придумать пока я не знаю но его такой здесь очень большой кусок получился вот был обрезанный вот такой кусок где-то сантиметров 90 длину ну а ширина у них по моему полтора метра так что очень большой кусок получился ну еще были вот такие блестящие посмотрите какая прелесть какая прелесть люблю я бесящие вещи и они будут красиво смотреться на барби и это тоже трикотаж это же со всякими неприятностями он очень узенький совсем узенький но длинный полтора метра так что обрезанный он но очень неприлично как попало обрезали его и это трикотаж красивый смотрится мне прямо сразу хочется что-то пошить для барби какой-нибудь красивый такой изящный наряд вот у меня есть еще черная черный шиф фатин и вот это блестящее в общем надо что-то придумать соединить и придумать хоть это и черная но будет надеюсь будет смотреться очень красиво такая еще была у меня ткань с этой ткани это не последняя моя покупка сейчас я ее разверну чтобы было видно какая это ткань она правда дороговато выходит но зато красивая и не жалко даже что я заплатила какие-то там деньги не нравится это было и помнить если вы помните то я уже пошила с этой ткани вот такую юбочку на подкладе солнце юбка и у меня есть видео как я пошила вот такую юбочку если кому интересно можете посмотреть и ткань красивая тут еще много ткани так что можно начинать работать вот есть еще вот такие кусочки ткани но это совсем маленькие ткани маленький кусочек вот это изнанка а это лицо так что можно выбрать наизнанку или на лицо пошить но это должно быть что-то вот такое пышное чтобы красиво смотрелось вот это блестящее делать какую-то красивую драпировку на юбочку здесь большой относительно большой кусочек вот если я его сложила так вдвое вот такой большой кусочек все это остатки все это остатки и поэтому не так уже и дорого я еще нашла вот такой с но совсем маленький кусочек не знаю почему он такой маленький кусочек там был в этом коробе вот этот лаз тоже можно будет как-то что-то придумать что-то как-то соединить так еще вот такой вот кусочек ткани это тоже трикотаж он не сильно тянется его так сильно и не растянешь потому что он может просто вот эти вот блестящие пайетки они могут просто порваться и красиво смотрится красивое отражение ну что ж друзья на этом я свое видео заканчиваю на этом видео у меня заканчивается что я хочу сказать хотите по таким магазинам ходите по рынкам ходите в те магазины тканевые магазины где продаются ткани и где остатки таких тканей просто продают делают им снежку значит скидку делают и за 50 процентов за 40 процентов даже за 20 процентов можно купить смотря в каком состоянии вот эти вот будут кусочки насколько они испорченные будут еще третий у меня источник дохода как я говорю это свои вещи если у вас в гардеробе есть блузки красивые платья красивые на те которые вы уже не носите уже и не будете носить они вышли из моды они стали вам тесный или или вы похудели они висят на вас как это используйте их тоже для без для шитья куклам нарядов это будет уже третий источник по крайней мере у меня это уже это использую но вот что-то я не приготовил для того чтобы вам это все показать итак друзья простите что у меня получился такой длинный мое видео я приглашаю вас на следующее видео я начну сшить барби них 4 девочки я буду им шить теперь вот с таких нарядов красивых с таких тканей красивых буду шить для них наряды заходите на мой канал ставьте лайки и сделайте отзыв прокомментируйте мое сегодняшнее видео я хотела бы знать насколько вам полезно насколько вам интересно это было видео нравится ли вам это такое и получили ли вы информацию потому что мне в комментариях пишут да у вас такие красивые ткани где вы берете вот я и рассказала а где я беру такие ткани ставьте лайки если вам понравилось ставьте лайки если вам нравятся мои видео мои наряды которые я шью и вижу для наших барби подписывайтесь на мой канал я хочу чтобы мой канал развивался но без ваших комментарий нравится вам или не нравится мне как-то не очень уютно так что пишите комментарии нравится вам или не нравится или что-то вы хотели новенькое увидеть или чтобы да я вам что-то новое пошила именно что-то то что вам нравится это что вам хочется видеть я буду очень рада до свидания всего самого хорошего и и и и и и и и